В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Наша страна не так давно отметила 7 ноября. Праздник, который, по мнению многих историков, до сих пор разделяет нашу страну. И уже вроде мы его не празднуем. До этого как-то называли «День согласия и примирения», но до сих пор ни согласия, ни примирения нет. И время от времени СМИ сообщают о всевозможных инцидентах, когда где-то хотели повесить доску в честь Белого генерала, ее тоже сковырнули. Где-то говорят, давайте наконец-то уберем памятники Ленину с центральных улиц и площадей вообще. Владимира Ильича на погос снесем его тело, потому что что это такое. То есть до сих пор страна не примирилась, и сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. Самое главное, почему? Почему гражданская война уже прошла как сто лет? Как раз ровно сто лет назад, в 19-м году были, насколько мы помним из учебников истории, самые яростные сражения на Колчавских фронтах, и не только. Сто лет прошло, а до сих пор мы не примирились. Об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить гостей студии. Это Ирина Геннадьевна Серегина, кандидат исторических наук, доцент. Добрый день. Добрый день. Ее коллега Александр Викторович Сипейкин. Он тоже кандидат исторических наук и тоже доцент. Добрый день, Александр Викторович. Здравствуйте. Они оба представляют наш замечательный Тверской государственный университет. А вы, если у вас есть какое-то мнение по поводу гражданской войны, почему вы думаете, что мы до сих пор толком до конца не примирились? А может, вы считаете, что все в порядке, примирились? Звоните нам по телефону 3190. 3190, телефон прямого эфира. Так, господа, правда, я как никогда не задумался, а тут вот как раз, готовясь к программе, поразмышлял. Мы все знаем, когда началась... Ну, не все, конечно, прям война, но очень многие. Войны, по крайней мере, нового времени. Та же самая Великой Отечественная и так далее. А когда началась гражданская война? Ну, различные точки зрения по поводу начала гражданской войны рассматриваются и в широком плане, и в более узком, конкретном плане. Советская историография, в общем-то, имела абсолютно точную дату начала гражданской войны. Это с конца мая 1918 года, то есть с начала мятежа корпуса чехословаков, как называли их Белой Чехи, потому что этот мятеж привел к тому, что огромные территории от Волги и до Дальнего Востока, там была, на огромной территории была свергнута советская власть. И впоследствии и сразу же начались действия, серьезные крупные действия против белочехов. Ну, а в общем-то, точки зрения, которые появились потом впоследствии, в период перестройки стали пересматривать, да были и другие точки зрения. И до перестройки, потом 90-е годы, современные, что начало гражданской войне положил приход большевиков к власти. И здесь тоже можно рассматривать различные события, такие как разгон учрительного собрания, что с этим уже были многие не согласны, заключение Брестского мирного договора. Ну и, конечно, еще можно называть такие события, которые тоже явно, конечно, к этому привели. Это майские декреты, которые касались торговли хлебом 1918 года, когда можно было продавать крестьянам хлеб только по твердым ценам, да и то, в общем-то, лучше сдавать государству. — Александр Викторович, а вот не считаете ли Вы, что гражданская война была, началась вот действительно даже до октября 1917-го? Ведь все мы вот теперь уже знаем, советское время про это особо не говорили. Вот эти были репрессии против офицеров в сухопутных войсках, на флоте, когда, ладно, их просто выгоняли из экипажа тех же самых, их ведь убивали. Разве это не гражданская война? — Да, безусловно, есть такая точка зрения, особенно в западной историографии, скажем, была и эмигрантская историография, что гражданская война начинается раньше, там, ледяной поход в начале 1918 года вспоминают, как один из ключевых моментов, и Корниловский мятеж, можно вспомнить, да, и вот эти вот убийства на Балтийском флоте офицеров и в Петрограде. Ну, можно различать, да, причины, предпосылки, да, и, собственно, то, что удало непосредственно ход самой гражданской войны, в этом плане, может быть, действительно, скорее вот начало 1918 года, это, потому что там какая именно дата, это вопрос дискуссионный. Хотя предпосылки гражданской войны, безусловно, они в 1917 году, и даже еще глубже можно их найти, безусловно, потому что, если мы говорим о том, почему вот такие радикальные изменения произошли в результате революции октябрьской, да, то здесь нужно учитывать не только конъюнктуру, сложившуюся в данный момент, да, нужно учитывать те глубинные сдвиги, которые происходили и в сознании, и в экономике, и в общественном строе. В этом плане вопрос создателей дискуссионный, как о войне, да, Вторая мировая война для нас это начало сентября, в Великой Отечественной, сентябре 1939 года, это Вторая мировая война, а для китайцев, например, это 30-е годы. Да, и они говорят, что Нанкинская резня это тоже часть Второй мировой войны, причем очень даже там ведь жертвы были колоссальные. А некоторые считают, что Первая и Вторая мировая вообще одна война с перемирием. Как времена Столетняя войны и заключили некое перемирие, в данном случае Версальское. Точки разные, зависит от того, как мы даем определение, что такое гражданская война или мировая война. А вот вы как раз говорили, что предпосылки и так далее, а вы согласны с тем, что вообще нельзя было избежать революции, как следствие, учитывая специфику России, что мы там не как-нибудь там условно говоря? А хотя это же не какая-то культурная страна, ведь во Франции тоже была по сути гражданская война после 789 года. Ну то есть мораль, в общем, что говорят, что нельзя было в принципе избежать ни революции, ни потом вот такого как бы исхода в виде гражданской войны. То есть одной революции даже дело не могло окончиться. Вы согласны с этим? Ну, если говорить, избежать революции 1917-го, Октябрьской революции. Ну, вообще Россия показала 1917-й год, это год началь, ну, будем говорить, первая четверть, это, вне всяких сомнений, революционный год. Ну, прошли три революции. Ну, да, и в России прошли три революции. Но другое дело, что на сегодняшний момент есть точка зрения рассматривать февральскую, октябрьскую, как единую революцию 1917-го года. Но все равно, так или иначе, накал страсти, конечно, был очень-очень такой существенный. И, конечно, мы можем сказать, что вот в это были втянуты буквально все слои общества. Абсолютно все слои общества в это были втянуты во всю эту ситуацию. И поэтому, конечно, в общем, никто ее так просто не завез из-за границы, никто там ее так просто в течение, будем говорить, нескольких там дней или месяцев не подготовил. Конечно, это все созревало на нашей почве. И, конечно, предыстория, она, в общем, такая достаточно тоже большая. Это вне всяких сомнений. И, конечно, в общем, будем говорить, ту позицию, которую занимало крестьянство и отмены крепостного права, и то, что все равно остались крестьяне недовольны, все равно они землю, в общем, не получили так, как они надеялись ее получить. Ну и вот это вот все потихоньку, потихоньку, где-то могли чем-то как-то придушить, задавить. Но выливалось в определенные моменты, выливалось, конечно, так очень жестко, если не скажем жестоко. Когда народ уже показывал свой норов, терпел-терпел, а потом вспышка происходила. То есть, помните, знаменитый сравнение, что Россия это как бурлящий котел, вокруг которого царь ходит, только успевает заделывать вылетающие заклепки, но он все равно бурлит и как-то скроварка. Александр Викторович, а вот тоже такая точка зрения, что это все глупо, Николай Второй, вот если бы не втянул Россию в мировую войну, у нас бы так и был вечный, как теперь уже выясняется, идеальный 13-12 год. Ну так же хорошо. Вопрос о том, мог ли он не вступить в войну, это вопрос очень сложный на самом деле. Царь, хозяин земли русской. Николай Первый говорил, что империя права не я, империя права стал начальник, начальник отдела. Царь не может все делать, как он хочет, по своему произволу. Здесь все сводить к личности одного человека, мне кажется, нельзя. Личность большую роль играет в истории, конечно, но не настолько, чтобы из-за одного плохого или хорошего правителя все рухнуло или наоборот начался расцвет. Один историк очень хорошо сказал, что даже если бы империей в момент Первой мировой войны управлял человек уровня Юлия Цезаря или Наполеона, Россия все равно проиграла бы. Были системные проблемы. Юлия проиграла военное противостояние. Да, и причем здесь интересно, что война, вообще-то та война Первой мировой, которая была, вот такой войны никто, собственно, не ожидал. Все ожидали. Немцы рассчитывали на блицкрик, быстро разгромят Францию, потом за Россию. В Францию, Франция войны, где я вас перебью, показывает у нас реклама, после которой мы, конечно, продолжим. Реклама. Сегодня мы говорим о гражданской войне, почему до сих пор она фактически в России не закончена. Снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о гражданской войне. Вы можете высказывать свое мнение по телефону 3190. Телефон прямого эфира 3190. Александр Викторович, то есть, на ваш взгляд, неизбежно было вступление России в Первую мировую войну, которые говорят, что это стало чуть ли не катализатором, в основе причины, потом революции, гражданской войны. Представим, если бы Николай II не вступал, он теряет свой авторитет, и Россия теряет статус среди всех других держав великих. И Россия перестает быть великой державой практически сразу автоматически. Он мог сказать, что вы воюете за колонию спереди, а мне незачем воевать, у меня и так самая большая держава в мире, нам ничего не нужно. Нет, ну сказать можно что угодно, но Германия могла разгромить по другому поводу Францию, и после этого она бы в поисках Lebensraum, жизненного пространства, она бы рано или поздно и на Россию напала. То есть, я тоже это что читал, это было неизбежное столкновение русских и немцев, потому что немцам нужно было то самое жизненное пространство. Я думаю, здесь вопрос нужно скорее к немецким историкам задавать. Ну, на ваш взгляд. Да, вот если возможно что-то было бы изменить, то это в элите немецкой, да, и в тех установках, которые там были. То есть, Lebensraum, это вовсе не идея Гитлера? Нет, нет, вовсе. Нет, 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 конечно. Нет, ну Россия, конечно, не могла, такая великая держава, как Россия, пусть там были свои проблемы, было очень много слабых мест, но не участвовать, конечно, в этой войне не могла. Да война не могла обойти такую огромную страну. Ну, в конце концов, это же не малюсенькое какое-нибудь государство, скажем, в Европе. Вы рассказываете, швейцар, а я, швейцы, швейцы могли себе позволить. Да, конечно, Россия, конечно, не могла себе позволить занять такую позицию, абсолютно нейтральную. Хорошо, случилась все-таки революция. Это действительно был классовый конфликт? Потому что, вот, с одной стороны, как-то нас здесь с детства учили, что вот рабочие и крестьяне свергли правящий класс, но, с другой стороны, ведь было много среднестей дворян, ну, Ленин, классический пример, как так? Все-таки это был классовый конфликт, или как? Или вот просто потом стали появляться точки зрения, что буржуазия была заинтересована, крупная буржуазия в революции, вот так-то или нет? Здесь были разные причины, множество причин. Было множество конфликтов внутри империи, которые под влиянием Первой мировой войны, которое показалось таким вот очень суровым испытанием. И, кстати, не только для России. Французские историки тоже задаются вопросом, а почему, собственно, у нас ничего похожего не произошло. Как удалось избежать? Там тоже были бунты военные во Франции, и тоже они были на грани. И эту грань перешла Германия чуть позже, чем мы. То есть это было испытание для всех. Никто не ждал, что будет война затяжная, позиционная. Рассчитывали французы, что это как правило. И с огромным количеством потерь, технические средства позволяют убивать огромное количество людей. Колоссальная нагрузка на экономику, требующая мобилизации всех ресурсов, всех стран. С продовольствием, кстати, у нас в России еще сравнительно неплохо было, если сравнить с Германией. Как теперь выясняется. У нас, помните, обе всех учили, показывали эти фотографии, хлебную очередь на улице Петербурга. Я слышал, что это на самом деле неправда. Ну, хвосты у нас появились именно тогда, да, но до этого такого не было, конечно. Но у нас был голый, так что все идеально тоже в начале 90-х годов. Если говорить о том, какой это был конфликт классовый или нет, это был, конечно, классовый конфликт. Это был внутри классовый конфликт, это даже был внутри семейный конфликт. Зачастую уже провели. То есть вы говорили только рабочие, крестьяне? Ведь Николай не пользовался безусловной поддержкой своей семьи. То есть вот когда он отрекался от престола, то в конечном итоге сложилась такая ситуация, что он на семейную поддержку рассчитывать не мог. Он не мог рассчитывать на поддержку руководства высшего командования армии. То есть это, конечно, очень мощный конфликт. И это все часть, конечно, вот этих революционных событий. А вы согласны, что есть такое мнение, что слишком поздно отрекся? Может быть, если бы раньше, то вот глядишь бы. Но ведь он отрекался вынужденно, на него давили. На него давили, это не сам он отрекся. А, собственно говоря, где Аклетиан ушел в отставку, сколько я помню. Причем на него, конечно, мощно давили. Конечно, у него была и такая позиция, что это будет, его убеждали в том, что это будет положительно хорошо для России. И потом, опять же, внутрисемейную. Единственное, наверное, может быть, кто его в этой ситуации поддерживала, это императрица Александра Федоровна. Но он с ней был разлучен. И был вот в такой, фактически, в таком окружении, достаточно враждебный для себя. Может быть, конечно, здесь и сыграли определенную роль такие личные черты характера. Что он не настолько, может быть, оказался волевым человеком, что он мог бы это все преодолеть и преодолеть в одиночку. Помните, вот это известное высказывание Наполеона, когда он наблюдал за реставрацией монархии, когда еще на Эльбе он бывал ссылку. И они ничем не научились. Говорил он про французский тот правящий класс. Мне тоже все время, неужели французская революция ничему не научила наш дворян, я имею в виду тех, которые пошли на сотрудничество с красными, с большевиками, как угодно. Неужели они понимали, что это тотальная война против них, как классы. И просто так не обойдется все. В имении не удастся отсидеться. Или там где-то сидеться в грядах Красной Армии, послужил, послужил, а потом все нормально. Память о французской революции, это, на самом деле, очень важная тема для понимания того, что происходило в элите. Здесь можно вспомнить фразу Керенского. Мы должны повторить сказку французской революции. Сказку? Да, сказка. Это страшная сказка. Экоход и гильотина, это сказка? Пардон, ужастик, да. Для него это сказка. То есть он в прямом смысле сказка? Да, в прямом смысле. В кавычках прямого. Он вообще не замечал той крови, которая связана с февральской революцией. То есть это вот память. И, кстати, название органов самоуправления, которые возникают стихи. Да, там вот это все было. Комитета общественной безопасности и так далее. Директория тоже была. Все очень напоминает то, что было... То есть как вот, ну не сказать, что калькировали, да. Но вот для интеллигенции российской во многом память о французской революции, она служила таким вот источником моделей, по которым нужно строить жизнь. Была даже своя бастилия Литовский замок в Петербурге, который тоже штурмовали. Да. Ну так вот, почему они, их что, вот революция не научила французская? Почему наступили на свои грабли? Нет, почему? Во-первых, те, кто мог покинуть Россию, уехали после первой революции российской. Я согласен, что я не всех, да. У них была возможность, у них были финансовые возможности, у них были дома за границей. Они уехали и перевели свои средства. Ну, не все могли себе такую вещь позволить. И поэтому, в общем, естественно, оставались в России. Во-первых, не все могли предвидеть, что вот 1917 год, вот он грянет, именно таким образом это будет. Ну, а потом, в конечном итоге, все равно так или иначе. Да, ведь мы можем приводить пример и говорить так, что в отношении армии, и будем говорить в отношении Красной армии, в отношении Белых армий, Белого движения, ведь на стороне Красной армии, ну, там было несколько десятков тысяч офицеров. О чем стали говорить уже только в 90-е, если подумать. Ну, не могут солдаты, вчерашние матросы и рабочие выиграть войну, потому что одно дело, солдат может скомандовать батальоном, хорошо, роты может быть, но он не сможет планировать фронтовую операцию, это кто-то должен был планировать. Опять же, возвращаемся к вопросу влияния Первой мировой войны. Собственно, кадровое офицерство, которое было до эволюции, оно было выкашено в значительной своей части, чуть ли не большинство, в начале самой войны. В некоторых частях пехотных 500% личного состава выбывало, то есть пять раз всех выкашивало. И те офицеры, которые служили в 1917 году, это многие были офицеры, которые прошли кратковременные курсы офицерские, просто люди грамотные, крестьяне по образованию. Но это не были дворяне, вот эта белая кусть там и так далее. Среди них дворяне были меньшинство, среди тех офицеров, которые были в 1917 году. То есть, это, опять же, влияние, фактор Первой мировой войны. Безусловно, здесь он был ключевым. Ну, как раз мы уже с вами упомянули, вот эти расправы с офицерами 1917 года, дореволюционные еще, не должны ли их научить, ужаснуть, что это против вас все равно все обернется? Почему они пошли на сотрудниче с советской властью? Я понимаю, может, кто-то из финансовых соображений, там, ну, не на что жить и так далее. Почему они воевали против белых? Разные. И то, что вы говорите, финансовые. И то, что опасались того, что, в общем-то, могут пострадать родственники, семья. Конечно, это вне всяких сомнений. А с другой стороны, вообще-то, были в том числе и те, кто, ну, убежденные или переубежденные, или кто уже оценивая ситуацию, понимали, что, может быть, даже, правда, действительно на этой стороне. По патриотическим мотивам. Даже по патриотическим мотивам. Да, и патриотическим, конечно. Бусиловский, конечно. Он поддержал как раз Красную армию в момент нападения Польши. Да, это он сказал, что он не будет участвовать в гражданской войне. Ни на то, ни против своих не принимают. Да, и не хотел участвовать. А потом, да, вне всяких сомнений, конечно. Конечно, многих, в том числе, наверное, вот это вот сотрудничество с интервентами. Это отладие вам. А интервенты, вчерашние союзники, они вроде как помогают. С одной стороны, они помогают, с другой стороны, все прекрасно понимали, что они помогают в своих собственных интересах и в своих собственных целях. И за золото они помогают. Конечно. За золото, которое было вывезено из Казани, да, Колчак получил свое распоряжение, да, потому что в августе 18-го года очень быстро смогли взять в Казань, и они успели вывезти этот золотой запас. И, собственно, поставки, которые шли через Дальний Восток, они были за золото. Что касается войск Деникина, то там снабжение было далеко не идеально. Не идеально, да. Там были склады того оружия и прочего, что привозилось для помощи Восточному фронту в свое время. Чтобы это, как это было в Мурманске, например, да, чтобы не захватили немцы. То есть здесь мотивация у них была своя. Они не стремились вот к тем же целям, которые стремились достичь белые, да, создать единую неделимую Россию. Единая Россия, кстати, это написано было на бронепоезде как раз белых. Вот этот лозунг тогда рождается, собственно, и этот лозунг не так уж был интересен западным державам, на самом деле. Но все-таки как раз вот следующий вопрос хотел вам как раз задать. Тем не менее, хоть как-то помогали. Почему советская власть устояла? Все мы помним картинку в советском учебнике, вот эта маленькая, по сути, вдоль Волги, скукорность Советской Республики, которая, как нас учили, в огне. Вся остальная огромная империя, бывшая уже, по сути, под властью белых, так или иначе. Да, они вместе с собой, может, были не едины и так далее, но тем не менее, все равно. То есть на их стороне уральские всякие заводы и так далее. Им все-таки так или иначе помогали интервенты. Почему они не смогли дожать? Ну, не смогли дожать они... Тут тоже, в общем-то, несколько причин. Ну, во-первых, будем говорить, что, наверное, здесь определенная роль и очень немалую сыграла идеология. Это вне всяких сомнений. Потому что даже вот на этой такой маленькой территории, но это был вот такой единый кулак. А вот если мы возьмем и посмотрим, вот на огромной территории силы белого движения, они были разрознены. Вот даже, будем говорить, вот такая несогласованность или недовольность. Верховный правитель России Александр Колчак и у Деникина Антона Ивановича, у него тоже есть такое же желание. И в конечном итоге вот обсуждается этот вопрос, кто будет. Куда наступать, кто на Москву туда соединится. Или Колчак будет, или Деникин. Вроде бы не даже и не это самое главное бы обсуждать, что. А тем не менее, этот вопрос обсуждается. А здесь это все было, да, это все было сосредоточено, в общем-то, в центре. И вот это вот все как-то собралось в один кулак. Ну и идеологически. Потому что, если посмотреть, допустим, для тех же самых крестьян, для городов. Это было, когда приходили красные, потом приходили белые, это было одно и то же. То есть все забирали продовольствие, всем нужно было только это. И террор, конечно, мобилизация в армии, все это было так. Но большевики в определенный момент стали говорить крестьянам, что все это временно. Это вот только на период гражданской войны. Гражданская война закончится, и все пойдет по-другому, все пойдет так, как и обещали. А белое движение, таков говорить не могу, потому что оно стремилось вернуть вот туда, назад. То есть они ошиблись в идеологии. Конечно, практически полностью. А для крестьян что означало? Землю, которую начали давать большевики, не начали, которую они сами захватили, так ее надо будет вернуть. Вот и все. А вот опять-таки, снова упомянуты вот эти расстрелы, ну, самочинные в армии еще до октября. Мне тоже, знаете, интересно, вот чтобы убить человека, нужно его сильно ненавидеть. Вот они еще вчера под руководством этих офицеров воевали на флоте или там в склопутных частях. Как можно ненавидеть своего вот земляка, своего соотечественника офицера, чтобы, ну ладно, его выгнать из армии, а убивать чтобы? Неужели они так сильно ненавидели? Не знаю, как немцы, даже хлещ с немцами боротались, а своих же офицеров убивали? Почему? Ну, здесь еще такой момент, связанный с таким массовым сознанием, с идеологией. Это то, что как была построена идеология во время Первой мировой войны, она была, конечно, да, и образ немца был. Но объяснить людям, ради чего они воюют, должны воевать, на самом деле не смогли. В этом была большая слабость идеологии, идеологического аппарата, так скажем, да, Российской империи, его, собственно, не было. Этого аппарата, в отличие от тех, как казалось бы, эти управления и так далее. Ненависть к немцам, к какой-то степени, конечно, была, да, и были там всякие рассказы о немецких зверствах. Но по мере того, как война становится все более-более затяженной, все более-более тяжелой, акцент смещается с внешнего немца на внутреннего немца. Вот тот свой офицер, который говорит в Атапу. Да, они многие имеют иностранные фамилии, они многие по происхождению как раз прибалтийские немцы. На флоте, в первую очередь. Да, немка, супруга у Николая II. Да, и кто нам датчанин. И распространяются слухи о том, что, ну, датчане, бельгийцы, там погром был в мае 15-го года, там и магазин достался и немецким, и бельгийским. Все, кто не русские, по фамилии, всех громили. Как оно было веками. Немец, это в принципе не русский. Это просто недостаточно хорошо просвещенное общество, которое не может просто понять цели войны. Ему невозможно объяснить их. Потому что люди в значительной степени неграмотные. Просто газеты они не понимают. Газеты есть, есть идеология, есть лупки какие-то. Для того, чтобы работал идеологический аппарат, нужно хотя бы, чтобы имели читать и писать люди. Немецкая армия была гораздо более эффективна и боевых способов не в последнюю очередь, потому что она состояла из самой посвященной народа. У нас, к сожалению, в Тверской губе, скажем, все было более-менее хорошо, с процентом тех, кто получил образование начальное, солдат, призывников. А если говорить с вами по России, то ситуация была дырка от идеала. Это идеологическая причина. Что касается победы белых, то же самое. Это был во многом провал идеологии. Потому что националистическая идеология, она мало была интересна крестьянам. Мы тамбовские, до нас немец не дойдет. Типичная фраза. Какой-нибудь бомбараж, моя хата с краю, ничего не знаю. Или там, мы пскопские, что нам до всей России. Вот такие фразы фиксируются в вспоминаниях, дневниках и так далее. Немцы-то как раз уже по пскопской губернии наступали. Да, ну... Не было вот этого шума. Что этот немец, что этот немец. Ради чего воевать-то? Вот большевики, они обещают оставить все-таки землю. Они, конечно, жестокие, часто они изымают продовольствие. Но когда побеждают белые, не только продовольствие изымают, не только граммит. Это и те, и другие делают. Но приезжает бывший помещик. И управляющий. И управляющий с отрядом войск. И начинает восстанавливать справедливость, как они ее понимают. Это конфликт, который идет уже столетия практически. Помните, когда был указ о вольных левопашицах 1903 года? Вот декабристы, да? Они, как сказал бы, ратуют за освобождение крестьян. За защитники крестьян. Вот кто из декабристов освободил крестьян? Никто. Был Якушкин. Они не успели, да. Но был Якушкин. Он предлагал им освобождаться, поэтому спрашивает его, а землю-то можно взять? Нет. А землю оставляется у меня. Но тогда лучше так останется, как по-прежнему. То есть крестьянам не нужно было просто освобождение. Им нужно было, чтобы достаточно земли было. Скажите, хорошо. Понятно, красные были замотивированы. А еще, на мой взгляд, они жестоко обманули крестьян, называющие своими именами. Жестоко. Но помните, когда пошли вот эти кронштадтские восстания, и так далее, то есть когда писали, что коммунистов ненавидит вся страна. Когда все уже помнишь, что такое советская власть, когда уже вся война окончилась, ну почти точнее и так далее. Почему? Имелся ли шанс тогда все-таки скинуть советскую власть? Или все это уже было без шансов? Опять гражданское восстание, все эти и прочие крестьянские мятежи? Ну, по сути, гражданская война в основе только закончилась, а на окраинах она еще и не закончилась. И поэтому армия все равно так или иначе была массовой, красная, она была достаточно сильная, она уже была опытная. И здесь, конечно, уже достаточно сложно было. Это показало в конечном итоге и восстание, и тамбовское восстание. Ну, что войска против армии все равно не смогли устоять крестьяне. И кронштадтское восстание тоже самое. Но ведь крестьян, а советская красная армия стояла красно-крестьян, а письма они тоже получали, что реквизиции не продолжаются, и что крестьянство плохо живет. Реакция. Вот здесь можно сказать только одно. Власть очень быстро отреагировала. Сразу. Двадцатый съезд партии, и все, и вводится продовольственный налог вместо продоразверстки. Ведь там же было просто-напросто неизвестно. Война закончилась, и, в общем, вроде бы крестьяне уже ждали послабления. А им опять продоразверстку. И все. Вот эта реакция, и сразу же вводится продоналог. Моментально. Вот это, конечно. То есть, в Советской войне себя хорошо показало такое? Ну, в этом отношении мы, конечно, можем сказать, что шла на уступки. И надо сказать, что вот, будем говорить, та самая теория, но которая там Лениным разрабатывалась в большей мере. Ведь у самого начала вопрос стоял таким образом. Союз с крестьянством. С каким? С беднейшим. Со средним крестьянством. Со всем крестьянством. Да, и это все очень регулировалось. Причем регулировалось, хотя бы даже, будем говорить, чем-то малым. Да, но это уже крестьяне видели, понимали. Особенно, если это пропагандировалось, и если об этом сразу же оповещали в тех же самых листовках. Начинали реагировать таким образом. Если в Красной Армии можно делать, допустим, сын в Красной Армии, можно предоставлять какие-то облегчения, какие-то определенные льготы. Все. А противоположная сторона такого не предоставляла. Крым. Тоже помните, с начала 90-х, когда стал популяризироваться роман «Остров Крым» и так далее, пошла тоже такая теория, что он мог удержаться. Мог ли стать Крым нашим Тайванем? Нет. Не мог. А потому что несопоставимы просто уже на то время были силы. Тут тоже огромный конституциональный Китай и какой-то островочек. Ну, все-таки Тайвань – это остров. Поддержка другого. А, да. Да. И поддержки внешней такой сильной все-таки не было, очевидно. Это как со стороны США, да, сейчас Тайванем. Потому что здесь это касается даже и более раннего этапа. Вот мы, у нас перед глазами картина карты, да, где со всех сторон окружена Советская Республика, да, кольцом фронтов. Но на самом деле, что в центре? В центре, да, основные все-таки промышленные предприятия и основная мобилизационная база. Основное население живет здесь. То есть есть откуда брать. А уж если говорить о Крыме, то здесь единственный шанс был, если бы теоретически Польша бы выиграла, да, в войне. Так они так фактически выиграли. Ну, в конце концов проиграли. Если бы выиграла, тогда бы у Крыма был шанс. А что же мы им тогда все территории отдали, которую потом мы вернули в 1939-м? Как-то они проиграли, когда... Ну, ты прям не захочешь. Там же была линия Керзна, по которой, ну, то есть нынешняя, точнее, уже не нынешняя, советско-польская граница. А в итоге поляки же отхапали у нас все эти земли. Как же мы... Ну, там сначала было наступление поляков, потом наступление, потом на пять. Здесь сложная ситуация. В общем-то, как в войне с Японией, да, в 1945-м годах, опять же, несопоставимы все-таки были ресурсы Польши и России. С другой стороны, ранняя польза, или позже, без такой серьезной поддержки западных держав, она все равно проиграла. В этом плане она должна была пойти на мир, пусть даже и уступила ей значительную часть территории России. А выиграли, извините, это что и подразумевалось, если Польша выиграла, что Киев они бы забрали? Да, да. И Смоленск? Да. И Рыб. Заход Киев. А в отношении Крыма? И все-таки нет, конечно, опасность была. И власть это понимала. И недаром было сказано, что Крым нужно взять до зимы. Чтобы не было расследником. Чтобы не было, потому что потом было тоже ясно и понятно, что это можно делать вот как бы на едином дыхании. И армия тоже это будет сделать. А если это отложить, ну вот как любое перемирие. Перемирие, как в свое время заключили в ходе Львовской войны, перемирие. Насколько-то отложили, и уже меняется ситуация. Поэтому пока она не изменилась, там, конечно, это штурм в лоб. Чонгарские, Перекопские укрепления, конечно, это обход в районе, это проход по Севашу. Но, тем не менее, все усилия были брошены на то, чтобы завершить с Крымом. Ну, в чем еще опасность Крыма была для большевиков? Конечно, то, что лидер был барон Врангель. И это был человек, который, в отличие, скажем, Колчака, Деникина, имел гораздо больше харизмы и больше понимания характера войны. Он понимал, что война во многом связана с тем, что необходимо привлечь на свою сторону большую часть населения. И он пошел на серьезные уступки, вот, в своем законодательстве о земле, крестьянству крымскому. В этом плане, действительно, опасность была, но времени воспользоваться этой возможностью просто у белых не было. Да и поздно уже было, наверное. Ну, конечно, это надо было делать раньше, еще когда был дом, да, Воронеж и так далее под контролем. В этом случае они теоретически имели шанс победить, да, но история со слогательного наклонения не знает, поэтому шансом они это не воспользовались. Кстати, правда, что Врангель организовал эвакуацию довольно хорошо, и вот это то, что нам в советских фильмах рисовали, когда, дескать, всех бросили, все давят друг другу, на проход лез, на самом деле нет, я просто тоже читал большой материал, на самом деле кто хотел из Крыма, те ушли. Не было вот этого, когда бросали друг другу. Ну, если сравнивать с событиями, когда была эвакуация Деникинских войск, то, конечно, все было практически идеально организовано. То есть, кто хотел, кто был. За несколькими исключениями. Да, те, кто остался, они просто не хотели покидать Родину, и им обещали, что их не будут расстреливать, что не выполнили, к сожалению, большевики. То есть, фильм Михалкова, это все правда. Ну, и все правда. Михалков человек эмоциональный, у него много привлечений. Допили баржами. Ну, это было, да. Было. Гражданская война была очень жестокая с обеих сторон. Вот, да. Да, вот как раз правильно сейчас то, что Александр Викторович сказал, что гражданская война была жестокая со всех сторон. К вопросу, почему вот так вот тоже солдаты безжалостно убивали офицеров. Ну, а бесценка человеческой жизни. Полнейшая. Полнейшая. А как в ходе гражданской войны брат-брата? Вообще. Ну, брат-брата. Если сталкивались, то там тоже. Редко, когда они могли мирно разойтись. Бывали такие, да, случаи, но это все-таки редко. А так все равно, так или иначе. Кто-то должен был взять вверх. Так что это полнейшая бесценка человеческой жизни. Хорошо, отгремела война, победили. Почему большевики и дальше были, и причем десятилетия спустя, столь непримиримы к представителям вот бывшего правящего класса? Откуда опять вот такая непримиримость? Ну, на период новой экономической политики там, в общем-то, ситуация изменилась. Там, в общем-то, все-таки дали возможности, вернули частную собственность, там мелкие, средние предприятия, легкой промышленности, конечно, все крупнейшие предприятия остались в государственных руках. Ну, а потом переход к индустриализации. Пусть. Я еще раз говорю, почему-то эти были потом уже в 30-х годах репрессии, когда выясняли, кто там служил в Белой гвардии, что там Белая гвардия просто служил в царской армии. Хотя тоже не всех почему-то, у Василевского ничего. И тем не менее, откуда такая непримиримость вот это вот к своим врагам уже побежденным? Ну, непримиримость была не только к классным врагам, непримиримость была и по отношению к оппозиции внутри самой партии, да, то есть внутри самой советской элиты, если можно так сказать, да, тоже были очень жесткие конфликты, жестокие расправы. В этом плане это просто вот феномен такой репрессии 30-х годов, когда целые сословия или группы населения либо уничтожаются, либо депортируются. Это, мне кажется, вот в контексте именно того времени надо рассматривать 30-х годов. И вообще международная ситуация здесь тоже сыграла очень большую роль. То есть было ясно, что снова все идет к войне. Второй мировой. Да, это было, конечно, понятно. Но и к этой войне надо было готовиться. В том числе убивая потенциальных... Нет, в том числе не убивая, может быть, устраняя, допустим, тех, кто может быть с этим не согласен. Потому что, если мы будем говорить о проведении индустриализации, там внутри партии и в управлении не было полного единогласия. Одни говорили, допустим, Сталин считал и говорил, вот тяжелую промышленность надо в первую очередь, это основное. А, например, Бухарин говорил, да, тяжелую промышленность надо, это вне всяких сомнений. Но нужно начинать, как он говорил, с сицевого конца, то есть легкой промышленности, развивая легкую промышленность. А Сталин считал, что времени для этого уже нет, оно уже ушло. И в конечном итоге, ну вот, что бы мы ни говорили, но мы можем сказать только одно, ну да, в общем, без индустриализации, конечно, проведения и то, что были построены тракторные заводы массовые, которые в течение там нескольких часов, там где-то 8-10 часов они начинали выпускать уже танки практически. Немножко все-таки отклоняюсь от темы, но все-таки не могу не спросить, а можно было индустриализацию все-таки провести не ценой вот этого массового голода по Волжи, на Украине? Ведь говорят, что мы ради индустриализации вывозили зерно на Запад, продавая за золото, то есть цена индустриализации. Можно было и то, и другое сделать? Или вот либо у нас индустриализация, либо наша страна встретила бы 41-й год лопотной России? Ну, относительно, здесь можно, наверное, по-разному говорить, но СОЗО заключается в том, что если были заключены договоры на поставку станков за хлеб, то они выполнялись. Если поставляли, то, следовательно, надо было и это делать. Мне вот интересно, американцы или немцы смогли бы так сделать? Ты знаешь, что твои крестинги голодать и умирать, но договор надо выполнить. Американцы нет, они вообще отдельно. Я понимаю, ну просто это только у нас, это же твои люди. А немцы, как показала практика, смогли, но они же перестали производить масло. Перешли на Ирзат, все. Ну ладно, Ирзат, тут и люди голод по Волже. Ну... Все-таки советская система в ходе Второй мировой войны оказалась в этом плане более жизнеспособной. Мобилизация экономики была осуществлена более эффективно. И, собственно, такую жесткую политику по отношению к населению в самом конце войны немцы начали проводить. Такая тотальная мобилизация началась. Было уже поздно. В этом плане, скорее, все-таки, модель очень жесткая, очень жестокая оказалась в контексте войны более эффективной. А завершая все-таки гражданскую войну разговор, были репрессии. Потом все-таки репрессии окончаются в отношении всех граждан Советского Союза сошли на нет. Можно ли считать таким образом, что гражданская война, по сути, закончена, наверное, в 30-х, когда последних арестовали и стреляли представители, опять-таки, еще раз говорю, интеллигенции, царской армии, духовенства и так далее? Где тоже, по сути, элемент гражданской войны, как вы сказали, а он инакомыслящий, а вдруг он не согласится с нами в решающий момент и так далее? Как я вас понял, по этой причине, в том числе, бывших дворян, офицеры и так далее, репрессировали. То есть, можно сказать, что таким образом гражданская война закончилась только когда он... Но Александр Викторович сказал, что репрессии, они вообще, на самом деле, были гораздо более широкими. Конечно. Не только, в общем-то, бывших, но в том числе и своих, и тех, кто принимал участие в революции, и тех, кто потом, в общем-то, вступал в партию. Понимаете, что здесь вот в первую очередь нужно поставить вопрос такой, критерии. Если мы будем говорить критерии и репрессивная политика, то тогда, следовательно, на рамке гражданской войны будут разрастаться. Если мы будем говорить о действиях армии, то они тогда, вот таких активных, значит, они будут сужаться. Только и всего. Но это не до 22-го года как-то случилось. Потому что в Туркестане-то еще долго воевали? Ну, 20-25-й мы, может быть, да. Но Туркестан, будем уже согласимся так, там воевали. Но там же не была такая армия брошена, и не в том масштабе армии, которая воевала, включая, скажем, с 18-го по 20-й год. В сводках советских, как в порядке борьбы с бандитизмом. Ну, оно и называлось, да, там, как мы с бандитами боремся в Средней Азии. А бандитизм всегда был, всегда будет. И конфликты в обществе всегда были, всегда будут. Всегда будут, да. Здесь, теоретически, гражданская война может вспыхнуть в любой момент, если наступит такой вот кризис глубокий, как вот в результате Первой мировой войны. Скажите, тоже помните перестройка, пересмотр взглядов и так далее. Верно ли можно сказать, что вот это началось как бы обеление белого движения, это тоже перебор был, когда начали... То есть маятник, ну, в обратную сторону ушел. Верно ли можно сказать? Ну, да, конечно, здесь существует огромное количество разных теорий по поводу и революции, и гражданской войны. Здесь нужно вспомнить, что любая теория, да, она, чем более абстрактна, тем она дальше от действительности, да, и обелять как красных, так и белых, идеализировать их нельзя, да, и там сводить все к какой-нибудь теории заговора, например, тоже нельзя. Хотя заговоры были, там, влияние разведки, там, британской, скажем, в Петрограде, да, и немецкой, там, на линии фронта было, но все сводить к этому нельзя. Да, и то же самое касается и всех этих теорий, связанных с тем, что вот белые представляли реальную альтернативу. Ну, если посмотреть факты, то в общем, можно подобрать факты под эту теорию, конечно, да, но если посмотреть в контексте более широком, то все получается не так просто. Сфера потихоньку подходит к концу, вот, переносились уже совсем в нынешние времена, мы видим вот эти все акции, то там капелью хотели доску, тут же ее сковырнули в Ульяновске, при этом тут же училище Тухачевского, Тухачевский еще тот был, как выясняется, и так далее. Маннергеем вообще, который тоже, значит, русский генерал и так далее. Почему до сих пор у нас вот эти разговоры, давайте переименуем улицы, вызывают такое возмущение, ну, в частности, у коммунистов, ведь они же опять-таки понимают, что возвращение исторической справедливости, ну, они вот так яростно, мы не дадим переносить там площадь Ленина вот у нас в Твери и так далее. Почему до сих пор такое вот противоборство в обществе? Столько лет прошло? Ну, мне кажется, это вполне нормально. Вспомним Францию, да, по поводу великой французской революции, они тоже до сих пор спорят. Это очень важный момент в истории революции 17-го года, который предопределил ход дальнейшего развития, и здесь невозможно было добиться таких вот кардинальных изменений без колоссальных просто жертв, и, естественно, что это вызывает очень большие эмоции, скажем, потомков тех, кто пострадал в результате репрессий. Так что, я думаю, споры здесь неизбежны, нужно учиться, как находить компромиссы какие-то. Сто лет еще? Ну, сто лет еще, может быть, не самый такой большой период, а это с одной стороны. Мне кажется, все гораздо проще было в годы перестройки. Вот там действительно, вроде бы сказали и сразу сделали. То есть здесь нужно обязательно смотреть еще в отношении ситуации. Перестройка, там были какие-то надежды, там, хотя там все, вот действительно, меняли плюсы на минусы. Вот это было хорошо, теперь это стало плохо, это было плохо, теперь это однозначно стало хорошо. Без доказательного, без какой-либо, будем говорить, вот такой вот, чтобы привести конкретную аргументацию. Ну, а сегодня, потому что, опять же, ситуация накладывает, ну, ничего там говорится. Конечно, социальная дифференциация очень мощная. И поэтому это тоже накладывает свой отпечаток. И чем больше она, наверное, будет, социальная дифференциация в обществе, тем больше будет, в общем-то, вот такого несогласия, и тем чаще, в том числе, будут обращаться к истории, не уж такой давней, столетней истории. И вообще-то, наверное, где-то смотреть, а что правильно, а что неправильно. И в том числе, как ни странно, это даже касается молодежи, уж кажется. Для молодежи, то уж вообще, да, все, чтобы там, уже в школе по-другому учат, там уже нет однозначно того, что вот только такой подход и никакого другого, они разные. Тем не менее, вот она, ситуация, она действительно накладывает вот такой отпечаток. И поэтому здесь надо серьезно смотреть. В этом отношении можно только сказать одно. Вот если будем говорить о большевиках, да, вот их реакция была, она разная. Она могла быть, они могли пойти навстречу, но могли задавить жестко. Это вне всяких сомнений тоже. То есть, верно, я понимаю, просто я лично так все-таки думаю, ну, это не только мое мнение, что вот окончать это разделение на красных и белых уйдет тогда, когда ну, в силу естественных причин, на тот свет, грубо говоря, уйдут последние представители советских людей, которые были, ну, скажем так, помнят советскую власть в более-менее сознательном возрасте. Ну, что, ну, у вас, ну, какой-нибудь там человек, который 86-го года рождения, ну, почти не застал, ничего не помнит. А вот те, кому так или иначе промывали мозги советской идеологии, вот когда они окончательно уйдут, тогда и закончится гражданская война. А получается, нет? И будут и потом спорить, а вот давайте капелю доску или наоборот капелю не будем доску и так далее. Ну, это не гражданская война, скорее, а память об этом противостоянии, скорее. Да. Ну, раз у нас общество основано все-таки на неравенстве сословном, то память об этой революции, она все равно останется. Да нет же никаких дворян. Одни мы остались, крестьяне, рабочие. Никак никаких дворян. Есть другой господствующий клан, не дворянский. Свои касты, опять же, формируются. И чем жестче будет система, чем хуже будут работать социальные лифты, тем актуальнее будет память о революции 1917 года. И чем будет больше разрыв и экономический, и культурный разрыв между основной массой населения и меньшинством, которое является, называйте себя элитой, является ли аннулидой на самом деле, вопрос философский скорее. Ну, в том числе образование еще. То есть, вы хотите сказать, что теоретически нельзя исключать теоретически гражданскую войну в России? Да и практически нельзя исключать. И практически? Нет. В случае серьезного испытания, наподобие того, которое было в годы Первой мировой войны, я не знаю, что будет с нашим обществом. Мне страшно, если честно. То есть, если мы вяжемся опять в какую-то войну, которая будет развиваться неудачно, затянется с большими потерями? Ну, не обязательно война, какие-то климатические изменения и так далее. Вот обратите внимание, после того, как рухнул Советский Союз, во всем мире начался определенный откат от определенных социальных завоеваний. Вот Швеция, предположим, или Австрия, такие страны, которые к нам граничили, практически был социализм. А сейчас уже нет? Ну, в Австрии, насколько я знаю, там было все хорошо. Но вот если посмотреть Францию по новостям, там очень серьезные конфликты разгораются именно потому, что идет наступление на социальные права. То есть, когда был такой вот жупел. Противовес был. Конечно. Была опасность того, что может... Понятно. А теперь не исключено. А теперь не исключено. Ну что ж, спасибо большое. Наш эфир подошел к концу. Сегодня мы говорили, почему в нашей стране до сих пор вот есть такое противостояние красное и белое. Хотя прошло, казалось бы, сто лет с гражданской войны. Ну что ж, остается в конце только программа пожелать все-таки нашим властям быть благоразумными и не допустить нового противостояния из-за того, что кто-то получается намного богаче, а остальные, причем большинство, намного беднее. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Спокойствия в вашем доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова